В этом одиноком человеке, который выглядит гораздо старше своих лет, трудно узнать секс-символ девяностых. У меня сейчас болит практически всё тело. Совсем другим был мальчик-бродяга. Андрей Губин тоже был секс-символом девяностых, но вёл жизнь почти монаха. У меня были периоды, я там полтора года без женщин жил. Вот, то есть вообще ни с кем не общался и секс-символ не занимался. Серьёзное чувство у Андрея Губина было всего один раз в жизни. Он влюбился в девочку, которая снималась в его клипе «Лиза». Такая умная девчонка была, я помню. И я такой думаю, какая умная, страшная стала. Короче, снулся. Она сейчас живёт в Швейцарии, у неё двое замечательных детей, вот у неё всё хорошо. А Андрей Губин живёт то в Таиланде, то в Египте, то на Гоа. И у него всё плохо. В тёплых краях он держится потому, что ему всё время нужно плавать в море. Это главное средство в войне с беспрерывной болью. У меня большие проблемы со здоровьем, там много, как бы, очень. И приходится заниматься только здоровьем, только спортом, только двигаться и так далее. На эстраду Андрея Губина вытолкнул в своё время очень богатый и, главное, активный папа. Он был вице-президентом товарно-сырьевой биржи и владельцем нескольких звукозаписывающих студий. Первый альбом Андрюша записал в 15 лет. Характер у его отца был пробивной и железный. Звезду из чада он сделал за полгода. Он себя называл «я великий человек». Это человек, который всегда знал, что будет. Он всегда видел ситуацию на 10 шагов вперёд при любом варианте её развития. Но папа мальчика-бродяги не мог предвидеть, что в 42 года его сын превратится в тяжело больного человека, который на сцену выходить не хочет и не может. У него нестерпимые боли в лице, в спине. И просто получается, что сил не стало для этого. Когда всё болит, сил нету, конечно. Популярность, она же такая штука. Как бы половина людей тебя любит, половина в спину плюет. Сумасшедшая популярность была для Андрея Губина тяжёлым грузом. Перед зрителями танцевал весёлый, беззаботный мальчик, но внутри это был закомплексованный большой ребёнок, который не вылезает от врачей. Вместе с всероссийской славой артиста накрыла страшная депрессия. Скорее всего, были те проблемы, которые присущи для всех людей нормальных. Это уход из этого стресса через вредности. То есть это алкоголь может быть, это может быть и наркотические компоненты, и может быть замкнутость, и обида на весь мир. Разобраться в себе и стать психически здоровым музыканту пытались помочь заграничные врачи. Но лучше ему не становилось. Одно время он пытался жить за границей, уехал в Канаду. Думал, что будет писать там англоязычные песни, но ничего не получилось. И он вернулся в Россию. В 2007-м не стало его любимого отца, который всегда уверенно вёл Андрея по жизни. Музыкант окончательно растерялся и снова попал в клинику неврозов. Грустно. Начал чувствовать, что что-то не так, что уже ай-яй-яй в плане алкоголя, что надо останавливаться и поменьше. А потом умерла и мама артиста. И так и не повзрослевший мальчик-бродяга остался совсем один. Сегодня ему хватает денег на аренду дешёвого жилья в тёплых странах. Он пишет музыку. Страшная депрессия осталась в прошлом. Но музыканта мучает редкая болезнь, которая поразила мышцы. И он абсолютно одинокий человек. Я не жена до сих пор. Как-то всё не с теми девушками встречался на самом деле.